Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 июня 2017 года, вторник. По одному из старинных 30-й день месяц ветров 7525 лета. И кто отмечает праздники по этому старинному календарю, тех поздравляю с праздником Родоницы, когда своих родичей призывают, почитают, о них рассказывают, вспоминают. А мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме хроники апокалипсиса. Автор-сказитель Сергей Альбертович Саль. Здравия, Сергей Альбертович! Здравия! Итак, голос бодрый, это радует. Я читал некоторые комментарии, которые уже под анонсом появляются. Обычно в эфире комментарии какие-то есть, а тут перед анонсом. Ну вот, Сергей Альбертович опять всех напугает. Сергей Альбертович, пугать будете, нет? Или в этот раз как-то так мягонько обойдемся? Я не пугаю, я просветляю. Понятно. Ну что ж, давайте тогда займемся просветлением. Итак, передаю микрофон. Пожалуйста. Сегодняшнюю беседу можно назвать хроник или дневник апокалипсиса. Сейчас очень многие выцерковленные люди осознают, что в мире действительно осуществляется план апокалипсиса или план в соответствии с книгой Откровения Иоанна Богослова. Об этом очень часто говорят такие известные публицисты, как Валентин Катасонов, Ольга Четверякова. Катасонов вообще очень часто утверждает, что вот смотрите, откройте современная газета, новости интернета, и вы там просто прочтете полную аналогию с тем, что описано в книге Откровений Иоанна Богослова. Но наиболее серьезный анализ сегодняшней ситуации дает православный писатель Варилий Павлович Филимонов в передачах на православном радио Санкт-Петербурга. И его передача есть на сайте, которая называется «Против ИНН. Личных кодов и микрочипов». А также в своих книгах. Так что очень рекомендую. Серьезный анализ. Но у него сугубо православный подход. А православный подход ограничен чем? Ну, ограничен он тем, что утверждается, что все, что происходит, попущено Богом, близкий конец человечества неизбежен. И задача православных, прежде всего, спасти свою бессмертную душу. Но на самом-то деле все, что происходит, попущено не Богом, а нами самими. Из-за нашего страха, из-за нашей глупости, необразованности, непонимания. В предыдущих передачах я уже рассказывал о возникновении плана Апокалипсиса, об его искусственном характере и решающей роли Исаака Ньютона в планировании событий Апокалипсиса. Причем даты он отчитывал от даты своего рождения. Но поскольку Ньютон был навигатором приората Сиона, то есть был в то время главным масоном всего мира, то этот план стал выполняться масонством по пунктам. А какие главные отправные пункты? Это создание Всемирной сионистской организации, даты мировых войн, дата Холокоста, дата основания государства Израиля. Все происходило в соответствии с расчетами Ньютона. А впереди по Ньютону затяжная Третья мировая война, пришествие Антихриста, хаос, голод, гражданские войны. Ну и конец человечества где-то в середине 21 века. Войны в этом плане Ньютона – это жертвоприношения, необходимые для пришествия Мышааха. К сожалению, Россия идет ровно по этому пути. Ну а каков конец? Ну конец можно читать в апокалипсисе. Если человек знаком с современной физикой и физикой радиоактивного поражения, то он сделает вывод, что конец мира возникнет в результате глобального радиоактивного заражения. А ведь такое событие уже могло быть, если бы Челябинский болид упал на место захоронений оружейного урана и плутония. Но, как известно, он был сбит. Иногда меня обвиняют за моё критическое отношение к откровению Иоанна Богослова, и что я даже якобы оскорбляю православных. Но на самом деле апокалипсис никакого отношения к событиям Евангелия не имеет. На самом деле он был написан в конце XV века иудейским гностиком Каринфой. Ну а Каринф – это имя, названное в честь известного греческого города. Ну а кто такие гностики? Это члены гомосексуальных сатанинских сект, которые проповедовали равнозначность Бога и дьявола, а значит, добра и зла. Примерно в то же время создавалось и Пятикнижие, то есть Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Но впоследствии иудеи сумели присовокупить Пятикнижие к христианской Библии в виде Ветхого Завета. А вот апокалипсис удалось внедрить непосредственно в Новый Завет. Задумайтесь над таким фактом. Современные сатанисты, то есть верхушка современного масонства, члены разных иудейских сект, ненавидят евангельского Христа, ненавидят сам текст Евангелия и всячески пытаются исказить эти тексты. А в то же время текст апокалипсиса служит для них программой действий. То есть апокалипсис для них – святая книга. А Христос у них совсем другой. Но об этом я уже многократно рассказывал. В откликах на предыдущее выступление нерядко встречались утверждения, что мои слова бездоказательны, что я намеренно смешиваю правду с вымыслом, что мои слова противоречат учебникам истории и тому, что говорят политики и так далее. Меня ещё обвиняют в мистицизме. Но что я могу ответить? Я не историк или не политолог. Тем более я не богослов, я физик, то есть учёный-естественник. Меня интересовал источник, то есть материальный носитель того безумия, которое творится в мире. И когда по роду своей деятельности как физика я обнаружил у Ньютона расписанный по годам план апокалипсиса, и что этот план действительно выполняется, я полностью отбросил всякую мистику и показал, что этот план выполняется вовсе не богом, не дьяволом, а конкретными людьми, которые одержимы бесами, религиозными фанатиками, оккультистами, которые заправляют финансами и политикой. Ещё надо сказать о критериях истинности исторических и политических событий. Для истории, как главное, документ. Вот возьмём, например, Велесову книгу, остатки которой недавно пропали в пожаре. С точки зрения либералов, ненавидящих всё русское, это подделка, а с точки зрения патриотов, это документ, свидетельствующий о древности русской истории. А вот с хроникой временных лет, например, ситуация совершенно обратная. То есть, что получается? Что подделать документы историки могут в одном направлении и в другом. То есть, объявить события истинным и наоборот. Это зависит от их выбора. Напомню, вот такого героического человека, как Виктор Ильюхин. Ведь он расследовал и показал, что во времена Горбачёва и позже существовала целая лаборатория, которая работала под руководством академика Яковлева, прораба перестройки, подделывала архивные документы. Вот многие из этих документов уже вошли в учебники истории. Представляете? Масштабы фальсификации истории. Но есть более серьёзный критерий проверки истинности событий. Это математика или теория вероятности. То есть, если показать, что описанное событие математически крайне маловероятно, то мы имеем дело с фальсификацией. Вот приведу такой пример. Выборы в Думу 2016 года. Центром Сулакшина была проведена математическая обработка и показано, что отклонение от нормального закона распределения составило более 100%. То есть, имело место более чем стопроцентная фальсификация. Плюс ещё административный ресурс, плюс давление на избирателей и так далее. А теперь возвращаемся к плану апокалипсиса. Вероятность случайного совпадения дат, которые дал Ньютон, с реальными событиями – нулевая. Значит, это не случайность, а реализация плана. Также обстоит дело, например, с масштабными терактами. Если они связаны с оккультными датами или оккультными числами, то мы наверняка имеем дело со спецслужбами. То есть, ЦРУ, МИ-6 или МОСАД. То есть, это масонские организации, которые всегда находились под властью оккультистов. Как утверждают инсайдеры, сейчас до 80% падений пассажирских самолётов связаны вовсе не с исламистами, а с этими спецслужбами. А известный кремлёвский экстрасенс Изольда Карловна Вигман утверждает, что 95% падений пассажирских самолётов – это каббалистические жертвоприношения. Но я думаю, что всё же более реалистичны цифры 80%, которые дают инсайдеры. В последние годы появилось новое явление. Это инсценировка авиакатастроф. Пример такой инсценировки – это падение Боинга-777 в 2014 году в Донецкой области. Дело в том, что там были продемонстрированы съёмки того, что упало, и казалось, что там двигатели, турбины вовсе не от Боинга-777, а от Боинга-737, который в несколько раз меньше. Боинг-737 – маленький самолёт по сравнению с Боингом-777. Значит, на местах катастрофы оказались старые трупы, обескровленные, очень старые. Об этом прямо заявил Игорь Стрелков. Но тут же он сказал, что ему запретили говорить об этом событии прямо из Москвы. Ну, ясно, что на самом-то деле это был каббалистический акт, в котором замешан был как украинский, так и российский олигархат. Последняя беседа на православном радио у нас состоялась в декабре. Ну, что тогда произошло? Выборы в Америке выиграл Трамп. Это оказалось совершенно неожиданностью для мировых кукловодов. Киссинджер, Бжезинский, Клинтоны, и особенно Сорос, который является финансовым агентом Ротшильдов, объявил настоящую войну Трампу. А ведь то, что Клинтон должна стать президентом Америки, об этом было заявлено на обложке ротшильдовского журнала «Экономист». То есть, совершилась революция против диктатуры Ротшильдов, которые сейчас являются вершиной мировой финансовой и оккультной власти. Хилари Клинтон проиграла выбор. О чём это говорит? Что Ротшильды на самом деле теряют свою абсолютную власть. Также и не состоялся прогноз Ротшильдов на пришествие Антихриста, принца Вильбома в 2015 году. Не удалось Ротшильдам развязать в то время мировую войну ни в 2011, ни в 2012, ни в 2013 годах, что было необходимо для пришествия Антихриста. Что касается обложки 2016 года, то на обложке за президентом Путиным перед премьером Великобритании стоит мальчик в бейсболке с единорогом. Вот это очень важный знак. Что это означает, мы попытаемся выяснить позже. А вот в то время, когда была наша передача, появилась новая обложка журнала «Иконами» с Ротшильдовского уже на 2017 год. Эта обложка представляла из себя карты Таро, и сразу же появилось много вариантов расшифровки этой обложки. Что там люди говорят? Что произойдёт раскол религий, гражданские войны, возможно, будет применение ядерного оружия и всяческие другие бедствия. Но на обложке был предсказан приход к власти Липен во Франции, что не состоялось. То есть, на самом деле, прогнозам и указаниям Ротшильдов верить уже нельзя. А вот теперь приступим к событиям декабря. То есть, когда мы делали нашу последнюю передачу. 19 декабря 2016 года состоялось убийство посла России в Турции Андрея Карлова. На самом деле, вот видео, которое было продемонстрировано по всему миру, это инсценировка. Смотрите, например, исследование иллюминати инсайдера. Там была использована очень некачественная обрезка видео. Дело в том, что в современном видео сжатие происходит методом обратных преобразований Фурьи. И даже если вы обрежете кусочек видео, то по соседним кадрам вы можете примерно восстановить то, что было обрезано. И вот такую процедуру провели в интернете, и оказалось, что там другие кадры, которые вырезаны. То есть, послу на этих кадрах становится плохо, душно. Он хватается за горло, растёгивает галстук и медленно оседает. То есть, на самом деле, по всей видимости, Карлов был отравлен. И уже после того, как он сел, опустился, когда ему стало плохо, вот был снят вот тот постановочный ролик, где оператор находится непосредственно вблизи человека, этого полицейского с пистолетом. Тот направляет на него пистолет, и съёмки, как ни в чём бывало, продолжаются. Тут же оказалась в зале разбросана куча всяких масонских символов, так называемых пасхалов, паскалок. А так называемый убийца Карлова оказался турецким полицейским, переверженцем суфизма. А суфизм – это своего рода масонское направление в исламе. То есть, направляли его спецслужбы масонские, скорее всего, МОСАД. И задача была столкнуть Турцию и Россию. А 25 декабря произошла катастрофа 100-154 под Сочи. На Ханако-то произошло. Но надо сказать, что именно на 25 число было предупреждение о каких-то негативных событиях Сороса, который является агентом Ротшильдов. То есть, Сорос оказался прав, действительно. Был совершён очередной каббалистический акт, по-видимому, с помощью МОСАДа или ЦРУ. Ну, а Россия в очередной раз промолчала и списала всё на ошибку пилота. Ну, а почему? Вспомним заявление президента Международной академии каббалы Михаила Лайтмана от 16-го года. Он говорил о том, что политические деятели, в частности, Обама и Путин, выполняют то, что мы им скажем. Ну, это касается и многих других политических деятелей. А кто это мы? То есть, очевидно, каббалисты. В западной литературе применяется термин «мировой каббал». Это верхушка масонства, часть Равината и каббалистических организаций, главной из которых является хаббат. Именно этот каббал и определяет даты и место жертвоприношений. Кстати, у нас православные часто говорят «каббала», а высшее масонство говорит «каббала». Я говорю, как принято в русском языке, на Древней Руси под словом «каббала». Понималась долговая расписка, которая составлялась еврейскими ростовщиками. Так что вот буду я использовать слово «каббал», которое используется в международной литературе. Так вот, как этот самый каббал поставил под свой контроль мировых политиков? Ну, во-первых, через масонство. Ну, во-вторых, через банки. А банки управляют и государствами, и с банками связана и личная жизнь политических деятелей. Ну, в-третьих, с помощью оккультного воздействия. Посмотрите, например, как встречаются хабатники с политическими деятелями. Обычно политического деятеля окружает сразу десять чёрных шляп. Я подчёркиваю, именно десять. То есть дело тут не в одной шляпе, а сразу в десяти. Вот, например, обряд проклятия пульса Денура обязаны совершать десять человек. Вот я как физик объясняю это с точки зрения именно физика. Это вот такой коллективный или кооперативный эффект. Сила эффекта пропорциональна квадрату числа участников, но имеет порог. Десять, число десять превышает этот порог. Ну, и очевидно, что в магии используется дерево сефирот, где десять сефир. Ну, часто подходит к политическому деятелю и больше десяти шляп, и стоит часто и больше. Ну, чем больше шляп, тем, очевидно, сильнее воздействие. Конечно, на самом деле следить за политическими деятелями и как на них происходит такое оккультное воздействие, это на самом-то деле дело спецслужб, дело госбезопасности. Ну, на самом деле у нас Хаббатников-то внедрило в нашу страну само КГБ еще во времена Андропова и Цвигуна. Ну, а теперь Хаббат на самом деле управляет не только политическими деятелями, он вмешивается в работу этих самых спецслужб. Ну, на самом деле, как мы видим по многочисленным съемкам, фотографиям, вот под воздействием Хаббата находятся у нас и президент, и премьер-министр, и многие олигархи, которые являются членами Хаббата, ну, и такие ключевые фигуры, как Грефа, там, Кудрин, Дворкович, Чубайс. Вот Валентин Катасонов, который рассматривает работу экономического блока правительства, отмечает, что там полная шизофрения. А почему шизофрения-то? Вот потому что этот экономический блок находится под воздействием каббалистов. Они сами вот читают книги по Каббале и активно занимаются этой Каббалой. Эдуард Ходов в своё время говорил, что Каббала погубит Украину. Так она уже погубила Украину, а теперь Каббала губит Россию. Поэтому не стоит удивляться, что план Хаббата выполняется в России практически пунктуально, включая, кстати, развязывание войны на Донбассе. Ну вот, изменился, скажем, лишь план распродажи Сибири, о чём я рассказывал в прошлый раз. Ну а теперь перейдём уже к 1917 году, о событиях января 1917 года. Вот такое странное объявление сделал Игорь Беркут на Украине. Был оглашён план создания так называемого «Небесного Иерусалима». И, как утверждает Беркут, это исполнение плана, откровение Иоанна Богослова, согласно которому евреи в конце времён обретут новую родину. И вот новой родиной должна стать Украина. Именно пять областей. То есть Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, ну и Днепропетровская. Ну или теперь её называют Днепровской, с религиозным центром Минора. Так вот, почему стало возможно объявление этой программы? Оно стало возможно только после того, как от управления Одессы был исключён Михаил Саакашвили, представитель американской организации «Бнайбрид». Ну а план «Бнайбрид» состоял в том, чтобы построить так называемую Крымскую Калифорнию по перебережью Чёрного моря от Одессы до Сухуми. Ну а теперь управление над Одессской областью перешло в руки Хаббата, и вот видите, вот была объявлена эта программа. Ну а что касается присоединения Крыма к России, то опять же можно посмотреть обложку журнала «Экономист» за 2014 год, где, в общем-то, Путин изображён на фоне вежливых зелёных человечков, там же Крым как-то подрисован. В общем, утверждалось о том, что Крым должен был взят. И действительно, и Киссинджер, и Бжезинский поддержали на первых порах присоединение Крыма к России. Но это же на самом деле иезуитский план. И уже спустя некоторое время они стали выступать за введение санкций против России, за то, что Россия присоединила к себе Крым. Ну а ключевая фигура, естественно, в этом процессе – это Киссинджер, как говорил известный китаевед Андрей Девятов. Вот приехал Киссинджер в Москву, и Крым стал наш. Ну а референдум в Крыму был перенесён по распоряжению из Москвы на Пурим, потому что первоначально он был запланирован совсем на другой строк. И, в общем-то, присоединение Крыма ещё происходит в соответствии с планами другого пророка Веленского Гаона, который говорил, что перешествие Мышаха произойдёт после того, как русские захватят Крым. Так что вот тут такая сложная ситуация в Украине. Но, тем не менее, вот было объявлено о том, что вовсю начинается строительство вот этого небесного Иерусалима, и якобы до конца 22-го года намечается туда переселить 6 миллионов израильтян и более 12 миллионов евреев из США, стран Евросоюза. Ну а чтобы славяне были согласны с этим проектом, Берг вот заявляет, что каждому пенсионеру будет выплачиваться пенсия по 500 долларов. Вот так. А управление Новым Иерусалимом, когда будет официально, так сказать, объявлено о расчленении Украины, будет доверено Совету в составе 12 руководителей. Ну вот я назову некоторых из них председателем, будет Бенджамин Натаньягу, нынешний премьер-министр Израиля, когда у него истекут полномочия. Финансовым будет руководить бывший глава Федрезерва Бен Бернанке. Вопросами обороны будет ведать нынешний министр обороны Израиля, Абвикдор Либерман. Спецшелужбы возглавит известный всем разведчик Яков Кедми. Иностранными делами будет ведать москвич и публицист израильский Абвикдор Эскин. Внутренние дела перейдут к Натану Щеранскому, известному советскому диссиденту. Пропаганду возглавит телеведущий Владимир Соловьев, член Хабата. Вопрос совестиции будет решать правовед Тантьяна Монтьян. А спикером совета будет бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский. Все известные люди. На главном равенном предполагается назначить какого-то представителя хазарской версии иудаизма. Еще утверждается следующее, что весь этот вопрос о создании Небесного Иерусалима уже обговорен и с Натаньягу, и с действующим премьером Украины Гройсманом, и с председательством правительства России Медведевым, и с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который является советником президента США, и он член Хабата. Вот. Видим, лица все известные. Что касается Соловьева, Кедми, Сатановского и Эскина, то они ведь сейчас оккупировали наше телевидение. Ну, еще добавить сюда Кургиняна, который очень давно сотрудничает с разведкой МОСАД, то становится понятно, вот как все эти люди поднимали так называемый патриотизм, поднимали русских людей против так называемых бандеровцев. А все зачем? Ну, чтобы как можно дольше вот проходила эта война на Донбассе. Вот что такое их патриотизм. И ведь, главное, никто не говорил, что правый сектор – это никакие не украинские националисты. Весь правый сектор состоит из цехаловцев, то есть бывших военнослужащих Израиля. И меня вообще удивлял цинизм, вот когда украинские банды поливали жителей Донбасса белым фосфором, а фосфорное оружие на самом деле применялось в последние годы только Израилем, то есть источник явно Израиль. Так вот, как ни в чём не бывало, проводились переговоры российских и украинских олигархов о цене газа. И вопрос о том, что совершаются такие зверства на Донбассе, даже и не ставился на этих переговорах. Ну, а что касается вот этого проекта «Небесный Иерусалим», то я говорю о том, что вот было написано в средствах массовой информации, в интернете, по многим источникам. В январе 1917 года был переведён из России в Украину первый транш – 3 миллиарда долларов. А всего Россия обещает перевести Украине 15 миллиардов долларов вот на этот проект «Новый Иерусалим». Ну, вот этот транш где-то затерялся, и вот сейчас вся эта программа зависла. То есть, в общем-то, видите, какое-то воровство идёт на Украине, тоже какое-то жуткое воровство. Вот. А на что перечисляются эти деньги? Ну, на активизацию переселения евреев в Новый Иерусалим, для активизации переселения как российских, так и украинских евреев, на покупку недвижимости, строительство инфраструктуры, еврейских так называемых колхозов, кибутсов, и на строительство морского порта и аэропорта. Вот на что должны пойти эти деньги. Вот. Ну, всё, вся эта программа зависла. И как она сейчас пойдёт, трудно сказать. Ну, и что получается? Значит, создаётся, уже создана Киевская Хазария, где парламент практически превращён в Кнесет. Теперь создаётся небесный Иерусалим, ну, и в перспективе Крымская Калифорния. Но на самом деле этого мало для строящегося северного Великого Израиля. Ведь происходит сейчас скупка международными монополиями земель на Кубани, скупка побережья вокруг Сочи. Ну, и этот проект Крымской Калифорнии будет задействован, когда будет построен Крымский мост в Крым. Ну, а что превращается Донбасс? Донбасс, по сути дела, превращается в такой новый большой сектор газа, как в Израиле. Ну, а подбрюшья вот этой новой Хазарии – это Крым, аналог Синая. И тут же на украинских сайтах говорится о том, что планируется сократить число славян в Украине до 10 миллионов. На самом деле достаточно большая цифра, потому что у Троцкого был в своё время проект сокращения славянского населения в 10 раз. Ну, а затем Троцкий хотел составить добровольческую армию и уже совершить поход в Израиль, в Палестину, чтобы создать израильское государство в Палестине. Видите, сейчас всё происходит наоборот. Совершается поход не с севера на юг, а с юга на север. То есть, одновременно происходит строительство Южного Великого Израиля и Северного. А на недавней встрече нашего президента с Натаньогу было заявлено, что предполагается в ближайшее время переселить в Россию полтора миллиона израильтян. Ну, а куда они будут переселены? Ну, естественно, в Крым, в Сочи, но большая часть, наверное, будет переселена в Москву. Вот зачем, в общем-то, и создаётся так называемая программа реновации, очень дорогостоящая программа. Значит, сейчас у правительства нет денег, а вот находятся деньги на эту реновацию. Вот, по всей видимости, зачем делается эта программа. И вот когда обо всём этом говорят, сразу же возникает тема якобы антисемитизма. Я не страдаю антисемитизмом. Потому что, на самом деле, эта программа губительна как для евреев, так и для русских, для всех славян, для всех российских народов. Эта программа губительна как для России, так и Израиля. Я поясню, почему. Ведь пропаганда этой программы основана на мифах. Вот якобы в Израиле нет места для населения. На самом деле, плотность населения в Израиле меньше, чем во многих европейских странах. Например, в такой высокоразвитой стране, как Южная Корея. Якобы у Израиля нет денег на развитие Синайского полуострова. Но на самом деле, на войну, которую ведёт Израиль, постоянно потрачено столько денег, что весь Синай можно было превратить просто в оазис. А ведь как организуется война на Ближнем Востоке? Я напомню, что сразу же после создания государства Израиль Ротшильды стали поставлять палестинцам оружие. Но с какой целью, чтобы на Ближнем Востоке шла непрерывная война? Это же сатанисты. Им нужна непрерывная война, непрерывные жертвоприношения. Ну, якобы Израилю другой миф не хватает воды. Ну, на самом деле, вот сейчас, видите, скоро Сирию расчленят, и у Израиля появится огромное количество воды с юга Сирии. Но на самом деле, ведь в Израиле совсем немало воды. Если бы не существовало запрета на производство воды из воздуха, вот по технологиям Шурубергера и другим, вообще бы вся проблема водоснабжения была бы легко решена. И, скажем, и в Израиле, на Украине, ну, это же запрещено. Но даже то, что есть, вот то количество воды, может превратить Израиль в оазис. То есть, всё это мифы. Другой мифы, что вокруг Израиля одни враги. На самом деле, все государства вокруг Израиля – это маринеточные государства, правители которых на самом деле слушаются Израиля. Ведь всё это началось очень давно. Вот был такой английский разведчик Лоренс Аравийский, основатель Саудовской Аравии. И уже с тех пор вот все вот эти арабские государства ставились под контроль Англии, а затем и Израиля. Ну, как это делалось? То есть, внедрялись свои люди, и сейчас вот все эти шейхи, по сути дела, это представители иудейских кланов. Вспомним, кто был такой глава палестинцев Ясер Арафат. Он был высокопоставленным, масловным, евреем. И ему ротшиды поставляли оружие. Ну, кто такой король Абдулла был? Опять высокопоставленный масон. Кто такой был Хаддафи? На самом деле, он опять-таки был евреем, высокопоставленным масоном. А кто такой Башар Асад? Долгое время учился в Англии, работал в МИ-6, и его жена, то есть он кадровый сотрудник МИ-6. Это вовсе не патриот сирийского народа, каким был его отец, Хафиз Асад. Кто такой Ахмадин Джад, глава Ирана? Опять-таки, это еврей, масон. В Иране прекрасные условия для жизни еврейской общины созданы. И Ахмадин Джад никогда не говорил об уничтожении Израиля. Он говорил о смене режима в Израиле, который нужен для мира на этой территории. Видите, ведь средства массовой информации извратили эти слова Ахмадия Нинджада. Значит, никто на самом деле не собирается нападать на Израиль. Территория Израиля постоянно расширяется. Но что касается ИГИЛ, об этом я уже многократно рассказывал. Об этом Дэвид Дайк очень давно рассказывал. ИГИЛ создан офицерами МОСАДА. Аббревиатура ИГИЛ означает Израильскую службу интелленджа-сервис. Потому что МОСАД создавался английской разведкой. Как филиал английской разведки. Вот таким же названием было создано так называемое государство ИГИЛ, где всем командуют офицеры МОСАД. Им прислуживают бывшие иракские военнослужащие. Но основным пушечным мясом выступают наёмники из срамых разных стран, которые воюют просто за деньги. И если сравнить территорию, где проводят военные действия ИГИЛовцы, то она полностью совпадает с территорией Великого Южного Израиля. То есть строится Израиль от Нила до Ифрата и дальше Северная, до Волги, до Днепра. Вот такие карты ведь давно были нарисованы. За что же воюет тогда Россия, спрашивается? Якобы она воюет с ИГИЛом. На самом деле, видите, она воюет с оппозицией. То есть Россия воюет в Сирии против суннитов. А сунниты – это кто? Это все жители нашего Кавказа, Средней Азии. То есть Россия – суннитское государство на самом деле. И вот мы в Сирии воюем против суннитов. Добавят где-то безопасности России. Это, конечно, не добавит. Это глупость о том, что мы на дальних поступах боремся с терроризмом. Совсем не так. То есть все, что происходит сейчас в Сирии, идет в полном соответствии с соглашениями между российским руководством Израилем и США. Идет битва за Великий Израиль. Ну и, возможно, я говорю, возможно, за интересы Газпрома, чтобы Катар не построил газопровод через Сирию и Турцию в Европу. Ну, в общем, чем дольше будет длиться война, тем, в общем-то, лучше Газпрому. Ну, на самом деле, надо понимать, что сейчас осваиваются новые месторождения газа, осваивается сланцевый газ, и Америка начинает поставлять газ в Европу. Так что в любом случае Газпрома будут дела плохими. И в этом смысле Россия, которая превратилась в сырьевой передаток Запада, Россия тоже ожидает в этом смысле очень плохая судьба. Вот. Спрашивается, зачем Россия поставляла Сирии зенитные комплексы СС-300, СС-400? И почему-то израильские самолеты свободно разбомбили эти комплексы и свободно бомбят израильские самолеты сирийскую армию, и американские ракеты совершенно свободно делают налеты. Ну, ответ-то на самом деле прост. Он известен давно, его боятся оглашать. Дело в том, что уже давно вот все эти секретные шифры наших зенитных комплексов переданы Израилю. Поэтому израильские самолеты воспринимаются нашими системами ПВО как наши российские самолеты. Вот в чем дело. Поэтому, видите, вот почему эти комплексы не работают. Ну, нам говорят сейчас другие объяснения, что якобы там у них какие-то высокие технологии. Но на самом деле ведь об этом говорилось давно. И о том, что вот эти секреты передаются Израилю, говорил генерал Вашов еще очень давно. Так вот, к чему приведет эта война и вот этот проект создания вот этого огромного великого Израиля из Северного и Южного. На самом деле этот проект вписан в новый мировой порядок. И, как это ни странно, именно вот в южных территориях Крыму, вот на Кубани, на Северном Кавказе максимально проводятся у нас программы чипизации. То есть, производятся вот программы строительства нового мирового порядка. Так что, куда поедут эти евреи, они поедут в систему нового мирового порядка. Вот этого система глобального фашизма и непрерывной войны, которая будет продолжаться на Украине. Вот куда поедут эти израильтяне. Так что, ничего хорошего ни для Израиля, ни для Украины этот проект не сулит. Это новая война, это хаос на многие годы вперед. Что получается, что в Советском Союзе евреев выгнали из СССР, специально для этого опустив уровень жизни, создав так называемую перестройку, хаос, выгнали евреев из Советского Союза, а теперь там вырастили новое поколение, его хотят принять назад. Зачем это делается? Ну, это делается в целях управления, чтобы заменить государственный аппарат России вот этими новыми израильтянами. Вот для чего это делается? Ну, а если говорить про движение Ахаббат, ведь они же вообще говорят, что настоящих ревер всего 600 тысяч, а другие, так же, как славяне, подлежат уничтожению. Так что вот израильтяне должны понимать, куда они едут, на что рассчитана вся эта пропаганда. Так что, на самом деле, я категорически против этой программы и считаю, что у Израиля, на самом деле, очень хорошие перспективы развития. Там действительно из него можно превратить цветущее государство на Синае. Так что, в общем-то, никакой опасности для Израиля со стороны соседних стран нет. Всё это мифы. И на самом деле всё это план Киссиндера. А, кстати, Киссиндер был в своё время объявлен в Израиле даже персоной. Но он град. Вот надо всё это понимать. Ну и всё это, в общем-то, было, на самом деле, уже много лет назад. Вся эта программа оглашена Жириновским в известной программе Петербургского телевидения «Два против одного». Так что вот можете в интернете посмотреть. Жириновский об этом говорил ещё, наверное, лет около 20 назад. Теперь идём дальше. 20 февраля происходит убийство представителя, нашего представителя в ООН, Виталия Чуркина. Опять совершается отравление, опять Россия практически молчит, не отвечает на это преступление. Вот, интересную версию убийства Чуркина даёт историк царской семьи Сергей Жиренков. Он говорит о том, что Чуркин планировал огласить в ООН претензии России на золото Федерального резерва США. Этого нельзя было допустить, поэтому Чуркин был отравлен. Ну, а Роджильд на самом деле готовит свою марионетку для России. Лжа Романова, то есть вот этого Гошева или Георгия Гагенцолерна. Ну, а на самом деле, как утверждает Жиренков, главный претендент на пост русского царя, как это ни странно, Горбачёв. И он утверждает, что Горбачёв является внуком Николая Второго. Вот, я на самом деле раньше не верил вот этим статьям Жиренкова, но когда стал проверять, в общем-то, всё подтверждается. То есть оказывается, что Горбачёв – сын одной из дочек Николая Второго, и семья Николая Второго была спасена. Ну, а как уже давно стало известно, царевич Алексей – это Алексей Николаевич Косыгин. Так что есть вот другие претенденты на русский трон уже со стороны потомков Косыгина. Вот такие данные были оглашены Жиренковым. Но вот эти убийства дипломатов были не единственные, совершились и другие, в то время более мелкие убийства. То есть вот весь этот кабал во главе с Ротшильдами, с Соросом, с Клинтонами перешёл в атаку на Россию. И теперь вопрос, кто же всё-таки будет антихристом. Как я уже говорил, что вот план по пришествию Вильяма в 15-м году провалился. И возникли серьёзные противоречия среди кабалистов. Сразу возникло несколько проектов мышахов. Ну, а главное, конечно, что скажут Ротшильды. Потому что, несмотря на то, что роль Ротшильдов упала, они, в общем-то, продолжают руководить всем масонством. Значит, я следил за этим с тревогой. Дело в том, что согласно Нострадамусу, Антихрист должен выйти именно из России. А Нострадамус в своё время замещал главу при Рата Сиона. То есть он, в общем-то, занимал такую же должность, как спустя какое-то время после него Исаак Ньютон. И о том, что Антихрист должен прийти именно в Россию, говорили многие русские святые, русские философы. Например, Серафим Саровский, Игнатий Бринчанинов, Константин Леонтьев. Теперь об этом прямо говорит наш главный авторитет в православии, профессор московской семинарии Алексей Ильич Осипов. Прямо об этом говорит. На самом деле, действительно, то, что Антихрист придёт из России, можно связать с Апокалипсом. Дело в том, что в Апокалипсисе описано 10 царей. И обычно считается исследователями Апокалипса, что эти цари такие – Ленин, Сталин, Маленков, Хрущёл, Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачёв, Ельцин, Путин, Медведев. Ну, а после Медведева опять пришёл Путин. Так вот, смотря, как считать. Если считать Маленкова, промежуточную фигуру среди правителей России, тогда правителем должен стать Медведев. Если Маленкова не считать, то Путин. Ну, а согласно Апокалипсису, 9 и 10 цари Апокалипсисы действительно чередовались. В интернете в 2010-2011 годах была размещена книга Виноградова «Пророчество о конце света». Вот эта книга действительно взорвала интернет в то время. По-видимому, это самый подробный анализ текста Апокалипсиса. Так вот, Виноградов говорит, что более вероятно, что антихристом должен стать Медведев. Но, на самом-то деле, Путин гораздо более предпочтительный. И вопрос только в том, что скажут Ротшильды. Так вот, я с тревогой следил за этим. И вот что появилось в конце 16-го и начале 17-го года. Средства массовой информации, которые принадлежат Ротшильдам, распространили по всему миру фото нашего президента на рыжем коне. А кто должен быть на рыжем коне? На рыжем коне должен скакать именно на антихрист, согласно Апокалипсису. А затем те же Ротшильды в своих изданиях разместили второго всадника, который сидит на том же коне за Путиным. Это Трамп. Вот с таким вот голым торсом. Все это было распространено по всему миру. Одновременно такие агентства, как Фропс, стали объявлять нашего президента самым влиятельным человеком в мире. И, наконец, в январе Ротшильдовское телевизионное агентство CNN по всему миру показало фильм под названием «Самый влиятельный человек». Опять о президенте Путине. Ну, а реально это какое место нашего президента? А реальное место в восьмерке на приставном стуле. Часто даже этого стула не дают. А, в общем-то, с каких причин его давать? Ведь Россия сейчас занимает в мировой экономике менее полутора процентов. И эта доля России в мировой экономике, по всей видимости, будет уменьшаться, если упадут цены на нефть и газ. Это наверняка случится. То есть роль России сейчас сведена в мире к минимуму. Ну, утверждает, что Россия обладает ядерным оружием, и поэтому она должна иметь высокий статус. Но вспомним слова Бжезинского, что я не представляю ни одной причины, по которой Россия сможет применить ядерное оружие. Он еще говорил, что вы разберитесь, какая у вас элита, наша или ваша. Ведь если основные счета нашей элиты находятся на Западе, в Америке и в Англии, то, естественно, что элита уже их. И ни о каком применении ядерного оружия ответного уже речи нет. То есть, действительно, Россия находится в очень опасном состоянии. И вот еще одно такое важное наблюдение про этот Ротшильдовский фильм – это то, что в этом фильме Трамп был прямо назван подмастерьем у Путина. Представляете? Ну, тут рассчитано на реакцию Трампа, что Трампу это не понравится, чтобы столкнуть Россию и Америку. На это рассчитано. Ну, а потом рассчитано на то, чтобы показать, что Путин, согласно представлению Ротшильдов в масонстве, занимает гораздо более высокую позицию, чем Трамп. Ну, а теперь расшифруем вот ту обложку 16-го года «Экономист», где за Путиным был изображен мальчик с единорогом. Вот согласно представлениям, которые даются в апокалипсисе и других пророчествах, единорог предуказывает нам грядущее противостояние и победу царя-победителя над Антихристом. То есть, что утверждается вот этой обложкой, что за Путиным стоит молодой царь, Путин будет править в свой последний срок всего два с половиной года и будет, согласно апокалипсису, убит или смещен. И вот эту должность займет кто? Вот новый русский царь, так называемый русский, тот самый Гоша Гогенцоллер, которого продвигают сейчас Ротшильды. Еще интересно, что согласно расчетам Центра Сулакшина, жизнеспособность России оценивается именно вот так на 2-3 года. То есть, Россия к тому времени действительно придет к состоянию развала и вот рассчитывается, что власть Путина пойдет и Ротшильды поставят у нас здесь свою марионетку. Вот, теперь спрашивается реакция Путина на этот фильм. Ну, она была такова. Путин прямо выступил против предоставления себе чрезвычайных полномочий и очень скептически высказался в отношении возрождения у нас монархии. То есть, явно Путин не поддерживает этот план Ротшильдов. Ну, а почему все-таки Ротшильды ставят именно на Путина? Ну, потому что, на самом деле, вот в течение 17 лет наш президент последовательно выполняет план нового мирового порядка, несмотря на некоторое сопротивление. Я могу здесь приводить много примеров, когда говорят о том, что у нас Россия якобы сопротивляется плану нового мирового порядка. На самом деле, это, конечно, не так. Ну, вот, скажем, запретил наш президент закон о шлепках, внедрение ювеналки. Но, на самом деле, ювенальная юстиция уже в такой степени внедрена в Россию, что мы по этому показателю уже практически догнали Германию. То есть, что творится с этой ювеналкой, это ужас какой-то. Якобы у нас запретили ГМО, но фирме Монсанто у нас дан зелёный цвет. И сейчас трудно в универсамах найти пищевые продукты без применения ГМО. Просто таких продуктов очень мало. Согласно новому мировому порядку, у нас завершена деиндустриализация страны. Практически полностью уничтожено станкостроение, приборостроение, радиоэлектронная промышленность. Практически убита медицина, сельское образование убито. Постепенно ужесточается закон, устанавливается диктатура нового мирового порядка. Принимается тот же самый закон «Пакет Яровой». Сейчас проектируется совершенно дикий закон о полиции. Была создана национальная гвардия, как в Украине. Люди даже не понимают, зачем применялась национальная гвардия в Украине для карательных операций. Также у нас предполагается использовать национальную гвардию. Но что происходило в армии, это же просто ужас. То, что сделал Сердюков, так называемые реформы Сердюкова, это ущерб нашему государству на сотни миллиардов долларов. То, что сделал Сердюков за несколько лет, вот этого не восстановить за несколько десятилетий. И тут же в 2012 году поступает команда в произведениях и Киссинджера, и Бжезинского, что Россия пора начинать возрождать и укреплять армию. Вот откуда поступила команда. Ну, читайте произведения Киссинджера и Бжезинского. Они прямо заявили, что вы переборщили там с разрушением армии. Кто же будет бороться с мировым терроризмом? И вот назначается Шойгу и начинается укрепление армии. Но она была разрушена настолько, что боеспособность уже какая была, не восстановить. Ну, а теперь находятся наши патриоты, говорят, что какой был гениальный план, понимаете, притворён Сердюковым. Вот он под видом разрушения армии проводил реформы, теперь наша армия стала боеспособной. Ну, мы видим, насколько она стала боеспособной, как наш, понимаете, авианосец, адмирал Кузнецов, не смог доплыть даже до Сирии. Его тащили на буксире, как там, понимаете, на ровном месте утонули два самолёта и так далее. То есть распространяются мифы. Ну, конечно, надо поднимать патриотизм, и действительно армия укрепляется, но, в общем, заслуги нашего президента в этом тут явно переоцениваются. Но, тем не менее, надо помнить, что в начале 2000-х год на самом деле Путин спас Россию. Он её укрепил, спас её от развала. Поэтому, если вспомнить Зиновьева, знаменитого философа, его слова, что цели риск коммунизма попали в Россию, так же и здесь. Если мы будем целиться в путинизм, то, опять-таки, попадём в Россию. То есть бороться с путинизмом – это не то, что сейчас требуется для России. Я, кстати, хорошо отношусь к движению НОТ. Они делают полезное дело, но когда дело доходит до предоставления чрезвычайных полномочий президенту, здесь я совершенно не могу с ними согласиться, потому что это на самом деле реализация планов Ротшильда и Хаббада. Вот что. Даже такой человек, как Валерий Пякин, это колокобский аналитик, понимает опасность предоставления таких полномочий президенту. А Пякин – это человек, который любые действия нашего президента, любые действия нашего правительства, в том числе провальные, называет блестящей, всегда называют блестящей победой Путина, что Путин опять всех переиграл, договорился с глобальным предиктором и даже его обманул, переиграл. Путин он называет государем и любую критику президента воспринимает как предательство и работа на Соединенные Штаты. Так вот, даже такой человек понимает, что предоставление чрезвычайных полномочий президенту – это очень опасно для нашей страны. А существует и другая опасность. Помните последние годы правления Ельцина, когда он был недееспособным, его заменяли какие-то двойники, на самом деле правило семибанкирщина в нашей стране. И вот тут может быть совершенно такая же ситуация, когда будут править банкиры, а в качестве президента будут выступать какие-то марионетки. Такая ситуация тоже не исключена. Ну, а что касается того, что происходит в России, в России действительно строится новый мировой порядок, строится электронный концлагерь. И об этом надо смотреть вот тот же самый сайт, о котором я сказал, Валерия Павловича Филимонова, сайт против ИНН, личных кодов и микрочипов. А что происходит сейчас в России? Внедряется электронная карта МИР. Повсеместно. То есть, Россия движется к безналичному расчёту. То есть, упразднению наличного оборота всё как прописано в плане нового мирового порядка. То есть, каждый человек будет под полным контролем и без печати зверя в соответствии с апокалипсисом. Будет невозможно ничего ни купить, ни продать. То есть, все инакомыслящие, в том числе православные, будут уничтожены голодом. Вот что планируется делать. Идём дальше. Уже переходим к событию марта. 2 марта в интернете был распространён фильм Навального «Он вам не Димон». Сразу же он набрал порядка 9 миллионов просмотров. А сейчас его только на одном канале просмотрело более 23 миллионов человек. Вот что касается этого фильма. С моей точки зрения, даже оглашение одной десятой вот таких фактов, которые привёл Навальный, привели бы к падению правительства в любой демократической европейской стране. Не даже во многих азиатских странах, таких как Южная Корея. Если там уголовные преступления, это дело суда. Это не наше дело. У нас сейчас нет независимой судебной власти. Но дело не в том. Дело в полном нарушении принятых в демократическом мире этических правил. Про демонстрировано было, что наша власть, наше государство у нас приватизировано. Но при этом у Навального нет никакой программы борьбы с новым мировым порядком. Потому что борьба с коррупцией – это, извините, не программа. У Навального вообще нет никакой программы. И он борется только с коррупцией. То есть это не может не являться программой. И он никогда не выступает против нового мирового порядка. А почему? Да потому что он выпускник курсов Ельского университета по специальности «Цветные революции». Вот кто такой Навальный. Ну и здесь вопрос, что лучше Навальный или наш олигархат. Но тут дело выбора. Спрашивается, что лучше Хаббат с Бнайбритом, либо Череп и Кости, которые представляет Навальный. И Череп и Кости стоят за Ельским университетом. Ну что хуже, тут ответ, который давал всегда Сталин. Оба направления хуже. Но возможно, что план Черепа и Костей не предусматривает полного уничтожения славянства. Ну это нас не должно успокаивать. То есть и то, и другое совершенно неприемлемо для России. Ну а какова была реакция властей на этот фильм Навального? Да полное молчание. Но для самого Медведева это был сильный удар. Он сразу уехал куда-то, стал якобы кататься на лыжах. Но тут же появился такой небольшой подарочек для Медведева. Вышел, понимаете, новый альбом ветеранов рока группы «Ди пёпол», фанатом которых Медведев является. Но и тут для Медведева не совсем подарок. Потому что первая песня этого альбома называется «Время бедлама». А что такое бедлам? Бедлам – это название сумасшедшего дома в Лондоне. Песенка про безумие, которое творится в современном мире. Вот певец Йен Гиллан, автор текстов, кстати, пьяница и дебошир, поёт для Медведева «Я вижу тебя в аду». Так что хорошо бы, чтобы Медведев и другие наши правители прочитали книгу православного писателя Юрия Воробьевского «Бедлам». «Безумные перед Богом и перед людьми». Отличные книжки, как и другие книжки Юрия Воробьевского. Но ведь наши правители, к сожалению, читают неправославную, каблистическую литературу. Ну, а следом за этим роликом Навальным, спустя 2-3 недели, начались протестные акции во всей России. И тут, как гром из ясного неба, известие о теракте в питерском метро 3 апреля. В сентябре 2016 года на славянском радио я озвучил тревогу по поводу перемены отношений наших властей к теракту 9-11. Опять заговорили об арабских террористах. Что это означает? Что опять наши спецслужбы начнут взрывать Россию. А то, что спецслужбы замешаны во многих масштабных терактах в России, можно считать уже доказанным. Смотрите, например, цикл фильмов Светланы Пилуновой из серии «Обманутая Россия». Там доказательств более чем достаточно. Кстати, Светлана Пилунова, необычайно смелая женщина, просто пропала. Её местонехождение неизвестно. Против неё и партии «Воля» были выдвинуты совершенно дикие обвинения. Заведены уголовные дела. Так вот, что же произошло в петербургском метро? Ну вот здесь провал наших спецслужб, ФСБ. Оказалось, что взорвавшийся пояс на станции Технологический институт уже встречала команда нанятых статистов из актёрского агентства. Это было показано в интернете. То есть всё постановка, но теракт не был постановкой. Вот в чём дело. Явно постановочными выглядят и ролики, снятые смартфонами. И опять пасхалки, масонские знаки, как говорит иллюминатий инсайдер. Но самое главное – это номер вагона. Сумма первой и второй цифр даёт 9, а третьей и четвёртой – 11. То есть опять мы имеем дело с каббалистическим актом. Ну а как говорил сотрудник метро сразу после теракта, характер разрушения вагона свидетельствует о том, что взрывчатка была установлена под полом вагона. То есть это было сделано, очевидно, в депо. И погибший вот этот киргиз бедный, на которого свалили весь этот теракт, совершенно случайный пассажир вагона, который к этому теракту, очевидно, совершенно непричастен. Так вот, каким же образом спецслужбы планируют такие чудовищные акты? Ответ давал очень давно Дэвид Айк. Это объяснение довольно простое. В спецслужбе какой-либо страны создаётся подразделение из сотрудников МИ-6, МОСАДА или ЦРУ, что ближе. И руководитель этой спецслужбы просто прикрывает это подразделение. То есть не доводит дело до служебного расследования. Вот так происходит во всех странах. Технология простая. А сам теракт планируют, естественно, каббалисты. А о будущих терактах в метро каббалисты писали ещё более 120 лет назад в известных протоколах. А самое интересное, что произошло после этого теракта. На следующий день под шумом теракте тихой САПы была принята поправка в закон о налогообложении. То есть приближённые к Кремлю олигархи получили новые льготы. И сразу же был внесён новый проект о противодействии терроризму на транспорте. Это такой объёмный документ, который долго разрабатывался. Он был сразу же предложен после этого теракта. То есть это новое ограничение гражданских свобод и опять движение к новому мировому порядку. Всё так же, как происходило в акте 9.11 в Америке. То есть в результате теракта народный протест по борьбе с коррупцией на время затих. То есть цель была достигнута. Ну а следующее событие – это громкий и демонстративный арест политика Вячеслава Мальцева 13 апреля со спиливанием двери в квартире. Скажу несколько слов о Вячеславе Мальцеве. Это совершенно уникальное явление в нашей политике. Человек бесстрашный, режет правду матку. Но при этом Мальцев не наивный человек. Это очень сильный аналитик. По профессии он юрист, работал в милиции, в ЧОПах, занимался уголовными расследованиями. И к политическим событиям он подходит вовсе не как политобозреватель, а как следователь. Для него главный вопрос о мотивах поступков политиков. Он умеет выхватить главное в событии, обладает совершенно уникальным даром предвидения. Занимался он и так называемой конспирологией, разоблачил сатанинскую символику на эмблемах Единой России, расследовал роль Киссинджа в продвижении Путина на пост президента. Зарубежные конспирологи заговорили об этом гораздо позже, чем Мальцев. Я вот давно за ним наблюдаю. Мальцев никакой не русский националист, как он утверждает. Он воспитан не на русской литературе, он воспитан на западной литературе, в основном современной. Он либерал. Но либерал здравомыслящий, вовсе не либераст. Это совершенно здравомыслящий человек, который сотрудничает с либералами. Я думаю, что делает он это правильно, потому что либералы поступают за демократию, то есть против введения тех фашистских методов нового мирового порядка. И в этом вопросе с либералами надо сотрудничать, не забывая их критиковать и выступая против них по другим пунктам программы. Так вот, за что арестовали Мальцева? За то, что он сказал, что взорвал метро Путин. Думаю, что подобные заявления, так же как и оскорбление высших должностных лиц, для политика недопустимы. Тем более, что в соответствии с Дэвидом Майком, руководитель государства, может быть, вовсе не в курсе того, чем занимаются спецподразделения ФСБ. Но как президент и как гарант Конституции, президент, безусловно, несет ответственность за то, что в подчиненных ему спецслужбах орудуют вот эти самые безумные каббалисты. Так что на президенте лежит ответственность, как ни крути. Следующее событие. Парад на Красной площади 9 мая при закрытом Мавзолее. Мавзолей у нас уже давно закрывается, но эти парады завешиваются какими-то щитами, какой-то странной формы. Кремлевский экстрасенс Эвзольда Карлона Вигман утверждает, что в Мавзолее постоянно проводятся оккультные ритуалы с жертвоприношениями. Напомню, что на 60 лет победы на Мавзолее навесили перевернутую сатанинскую звезду. Но ведь движение «Бессмертный полк», как казалось бы, хорошее, правильное движение, оккультисты превращают в свой ритуал. Ведь в чем дело? Ведь пророчество о воскрешении из мертвых – это тоже осуществление апокалипсиса. И поэтому оккультисты поддержали это движение «Бессмертный полк» и стали его пропагандировать. Вот о чем надо помнить. 26 марта умер Збегнев Бжезинский, главный идеолог нового мирового порядка и главный идеолог организации «Бнайбрид», заместитель Кейтингера по идеологии. К сожалению, несмотря на смерть, указания Бжезинского продолжают выполняться и будут выполняться, потому что воспитана целая армия мизантропов и русофобов, подобных Бжезинскому. Мне много раз приходилось произносить высказывания Бжезинского, а сейчас становится актуальным наиболее устрашающее высказывание Бжезинского. «Раньше было гораздо проще контролировать миллион человек, чем убить такое количество. Сейчас же гораздо проще убить миллион человек, чем контролировать их». Вот, настал такой этап построения нового мирового порядка. Ну и дальше, следующее. Ураган в Москве 29 мая. В небе Москвы возникли кольца и дырки, как при воздействии ХААРПа, что было в конце 2010 года, о чем я говорил в лекции о геофизическом оружии в феврале 2011 года. Я думаю, материалы этой лекции не устарели. Можно утверждать, что на Россию опять началось массированное воздействие геофизического оружия, которое, кстати, находится под управлением Агентства национальной безопасности лично Киссинджер. Следующее событие. 12 июня, День России, произошел марш против коррупции с разгоном демонстраций, избиениями и массовыми арестами. По поводу этого действия у меня противоречилое чувство. С одной стороны, молодежь просыпается, а с другой, она направляется в деструктивное русло, на оранжевый сценарий, как это было в Украине. Поэтому нужен не просто протест, нужна программа, которая будет принята народом. Так что нужна именно программа. Ну, а только что прошедшая прямая линия с президентом показала, что у нашего руководства нет такой программы, нет программы спасения России. Но такая программа на самом деле есть. Она разработана центром научно-политической мысли Сулакшина на очень высоком уровне, практически на уровне такого советского органа, как Госплан. И, на мой взгляд, это последний шанс для России. Потому что новой олигархической шестилетки Россия не выдержит. Ну, вот пока и все, что я хотел сказать о событиях последнего полугодия. Спасибо за внимание. Да уж, да уж, благодарю. Прямо какой-то у нас получился сегодня анализ серьезный, очень глубокий. Да, именно с точки зрения апокалипсиса. Некоторые наши зрители в Ютубе возмутились, сказали, что вы лезете в Украину, зачем вы упоминаете Украину, кто-то там строит какой-то Израиль, мы тут живем, строим украинское государство, и несуйте свои лапы к нам сюда. Вот такая была даже реплика, когда вы говорили про то, что там кто-то выступал и заявил. Что скажете на такие... Да, вот, к сожалению, многие украинцы не понимают, что происходит. А вот тот же Игорь Берг, вот он привлекает украинцев в этой программе, обещая каждому пенсионеру по 500 долларов. Вот что происходит. На самом деле весь этот проект переселения народов из Европы, из России, из Украины, из Израиля ни к чему хорошему не переведет, потому что это новая война, новый хаос. И, как вы понимаете, война в Донбассе не прекратится. Ну, посмотрите на Израиль. Сколько идет война в секторе газа? Вот так же будет и здесь. Вот что происходит. И здесь дело не в израильтянах, а дело в той глобальной политике, которую проводит мировой кабал. Дело не в Израиле. Вот что надо понимать. То есть Израиль просто направляется на этот безумный проект. Вот что происходит. Ну что, наверное, перейдем к вопросам от наших радиослушателей, которые в чате нашего сайта и YouTube поступили. И перед этим я просто поставлю отбивочку, чтобы разделить Ваш доклад от уже вопросов и ответов. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.